Пока в Евразийском экономическом союзе никак не решались проблемы, по которым вроде как и компромисс найдены, и проработаны механизмы и решения, поменялась ситуация вокруг объединения. Фактически против ЕАЭС идет экономическая война, и реагировать нужно уже на внешние угрозы. Но при этом внутренние союзные задачи остаются приоритетными. Президент сегодня встретился с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии. Этот пост, напомню, занимает один из самых авторитетных белорусских политиков Михаил Мясникович. А до завершения председательства нашей страны в ЕАЭС остался всего месяц. Это как раз и повод подвести итоги сложного 2020-го. Но на встрече с Александром Лукашенко в Дворце независимости говорили больше о стратегических задачах союза. Одна из главных тем разговора – подготовка к Высшему Евразийскому экономическому совету с участием глав государств ЕАЭС. Он намечен на 11 декабря. Из-за пандемии, впрочем, саммит пройдет в формате видеоконференции. Повестка уже определена. При этом Александр Лукашенко напомнил свою позицию. Лидерам стран все же нужно встретиться лично и обсудить проблемы и задачи. Куча проблем. От военных, военно-политических до экономических. Послезавтра УДКБ у нас. Потом вот этот экономический совет. Были бы серьезные темы для разговора. Тем более, что такого, наверное, вы не помните года, как этот 20-й год, високосный, очень тяжелый год. Но то ли еще будет. Одно дело – обвалиться. Экономика вся рухнула в мир. И нас это коснулось прилично. И России, и Казахстан, и мы, и Кыргызия, и Армения. А выход будет очень тяжелый из этой ситуации. Тем более, вы же видите, началось противоборство. Фактически идет экономическая война с переходом на не просто дипломатическую какую-то или в средствах массовой информации, но уже и горячим запахло. Я приводил эти факты совсем недавно. Замашки отдельных наших соседей под прикрытием отдельных государств, неслабых, и их целей. Поэтому очень серьезная обстановка вокруг. И нам бы обсудить эти проблемы с глазу на глаз. Ну, будем разговаривать. Может, традиционно в канун Нового года главы государств рискнут встретиться в Питере или в Москве. Мы готовы и в Минске принять главу государства, если будет такое желание. Не важно где, но пора очень серьезно обсудить те проблемы, которые встают перед нами. Мы видим, что уже то право союза, я имею в виду законодательство, оно является неполным. И целый ряд направлений требует соответствующего нового нормативно-правового регулирования. В ближайшие где-то 3-5 лет необходимо будет принять, по нашим расчетам, 13 международных договоров, около 60 нормативно-правовых актов, которые касаются регулирования в рамках Евразийского экономического союза. И порядка 25 надо будет нести поправок и изменений в базовый договор 14-го года об образовании Евразийского экономического союза. Я об этом подробно говорю. Почему? Потому что весь этот массив и не только, а еще там отдельные элементы. Мы вложили в проект стратегических направлений интеграции до 2025 года, который я достаточно подробно докладывал Александру Григорьевичу сегодня во время нашей встречи. Михаил Мясникович также добавил, что важным вопросом Высшего Евразийского экономического совета станет проработка единых рынков на территории ЕАЭС. И в первую очередь природного газа. На этом настаивает и Александр Лукашенко. Президент сегодня подчеркнул, важно придерживаться принципа справедливости. Мы договорились о том, что мы наконец-то решим проблему единых рынков. Прежде всего рынка природного газа и в нем единственный вопрос, который не согласован, это вопрос справедливой цены на тарифы по транспортировке газа. Для нас это важно и для других. У нас есть общая программа формирования общего рынка газа. И в соответствии с этой программой во втором этапе в 2021 году должен быть разработан проект международного договора, где прописаны будут, мы так рассчитываем, прописаны все детали, нюансы. И формирование цены на газ и формирование тарифов на прокачку газа. Здесь есть несколько вопросов. Или делать это на пять государств, или же, значит, удачнее, может быть, решить в рамках двусторонних отношений. И тот, и другой вопрос имеют свои преимущества, имеют свои недостатки. Ну, например, Армения и Киргизстан однозначно полагают, что вместе с Белоруссией можно, значит, будет как-то решать и их вопросы по ценам. Но надо учитывать, что уровень интеграции, уровень сотрудничества в рамках двусторонних отношений тоже имеют очень сильные позиции. И иногда можно, что называется, на условиях взаимности решать вопросы, не все вопросы решать для пятерки, можно что-то решать и на двусторонней основе. Поэтому вопрос непростой, вопрос дискуссионный. И я думаю, что вот это будет один из ключевых вопросов повестки 11 декабря. Что же касается стратегических перспектив, то ЕАЭС переходит к новой фазе интеграции. Кроме общесистемных мер будут вырисовываться конкретные шаги для сферы материального производства. Например, проработана карта индустриализации. Проекты, которые будут предложены частному бизнесу и зарубежным инвесторам, оцениваются в 200 миллиардов долларов. Продолжение следует...